Царю небесный, утешителю души истинным, И живи с детства, и вся исполняя Сокровища благих, и жизни подателю Приди вселенных, и очистены от всяких скверных, И спаси, блажен души наши. Господь и Бог наш, благослови наши занятия по Слову Твоему, Сохрани нас в единомыслии, любви и согласии, Найди новые души, Господи. Хвала Тебе, чести, поклонения, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Первое послание к Коринфянам, Святого Апостола Павла, 13 глава, 1 стиха. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, То я, медь звенящая или кимвал звучащий. Толкование. Апостол тотчас указал им путь, но наперед сравнивал его с тем даром, Который они почитали большим, то есть даром языков. И показывает, что этот путь несравненно превосходнее сего дара. И даже всех прочих даров. А потом уже доказывает его вожделенность. Под языками человеческими разумеют языки всех народов Вселенной. Недовольствуясь этим, он прибавляет и другое преимущество. Языками говорит ангельский. Сказал так не потому, будто ангелы имеют языки, Но чтобы указать нечто лучшее и превосходнейшее языком человеческим. Ибо под языком ангельским, разумеется, мысленная сила их передавать друг другу божественные помыслы. А назвал ее так по подобию нашего орудия слова. Равно как и выражением Преклонилась всякая колена небесных. Филиппийцам 2.10 Обозначил усерднейшее их подчинение. Ибо они не имеют костей. Но я, говорит, медь звенящая. То есть издаю голос, но напрасно говорю и тревожу других. Но пользы никому не приношу, потому что любви не имею. Вопросы? Может кто-то забыл, напомню, в 12 главе мы говорили о том, что ели и дарова жертвенная, имели знание, что идол в мире есть ничто. И ели немощные братья соблазнялись. И апостол укорял совершенных о том, что они, не имея любви, это делали. Из-за тебя брат соблазняется. Поэтому апостол говорит, не буду есть мясо воевать. И сейчас вот об этой любви полностью 13 глава будет ей посвящена. Хлёстная литература о любви десятки тонн килограммов, наверное, исписана. А то, что о любви говорит Слово Божие, вот это нам необходимо узнать и исполнить. Итак, первое послание к Арифанам, 13 глава, 2 стих. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а любви не имею, то я ничто. Не простое пророчество, но самое высшее и знающее все тайны. Примечай же, о языках сказал, что от них нет никакой пользы, а о пророчестве, что оно знает все тайны и всякое разумение. Дабы, перечисляя дары поодиночке, не показаться тягостным, перешел к роднику и источнику всех их вери. И при том всей. Поскольку представление гор казалось многим великим делом, то и упомянул об этом, а не потому, будто вся вера только это и может совершать. Ибо Господь усвояет переставление гор малой доли веры, когда говорит, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, по цвете 17.20, смотри же, как он пророчеством и верой обнял все дары. Ибо чекиста заключаются или в словах, или в делах. Не сказал, если не имею любви, то я малый беден, но я ничто. Вопросы? Игорь Тихоевич, есть что сказать? Да тут все сказано, люби, и уже все будет сказано. Толковать совершенно нечего. И если я раздам, третий стих, 1 коринфянам 13 глава, И если я раздам все имение мое, И отдам тело мое на сожжение, А любви не имею, Нет мне в том никакой пользы. Не сказал, если отдам часть имения моего, но все. И не сказал, если отдам, но раздам. Так что к утрате присоединиться еще услужилось, Притом самое заботливое. Не сказал, если я умру, Но представляет жесточайшее всего. То есть сгореть живому и говорит, Что и это без любви бесполезно. Скажет иной, Как можно раздать имение без любви? Такому можно ответить двояко. Или апостол предложил невозможное возможным, Подобно тому, как слова. Если бы даже мы или ангел с неба Стал благовествовать вам не то, Что мы благовествуем. Галатам 1 глава 8 глава 9 стих. Ибо ни сам он, ни ангел Не думали благовествовать иное. Так он выражается и во многих других местах. Римляна 8.39. Или можно давать и без любви. Именно когда бывает это Не из сострадания к нуждающимся, Но из человека угодия. С любовью же бывает это тогда, Когда кто творит это По сочувствию и горячей любви. Первое корифонам 13 глава 4 стих. Любовь долго терпит, Милосердствует, Любовь не завидует, Любовь не превозносится, Не гордится. Толкование. Отселья начинает перечислять признаки любви. И первым между ними полагает Долготерпение. Порень всякого любомудрая. Ибо долго терпелив тот, Кто имеет долгую и великую душу. Но поскольку некоторые употребляют Долготерпение не на любомудрие, А часто смеясь над своими оскорбителями, И притворно сдерживают, Будто люди долготерпивые, Доводят их еще до большего раздражения. В гневе то говорит, Что любовь милосердствует, То есть проявляет нрав кроткий и незлобливый, А никак помянутые люди Притворные и злонравные. Сказал это насчет тех Между коринфянами, Которые любили спорить И тайно враждовать между собой. Иной может быть и долготерпеливым, Но завистливым. Любовь избегала и этого. Сказал это насчет завистливых Между коринфянами. Любовь не поступает безрассудно, А не делает имеющего ее Благоразумным и твердым. Но делает. Превозносится же человек Мечтательный, легкомысленный, глупый. Это сказан насчет легкомысленных И поверхностных. Можно иметь все вышесказанные добродетели, Но не гордиться ими. А любовь не имеет этого. Но при помянутых добродетелях Смиренно, мудра. Это против надменных Вопросы? Идем дальше. 1 Коринфянам 13 глава 5 стих. Не бесчинствует, Не ищет своего, Не раздражается, Не мыслит зла. Толкование. То есть любовь Не только не гордится, Но если будет испытывать И крайние бедствия За любимого, То не сочтет этого Постыдным и бесславным Для себя подобно тому, Ну, как и Христос Из любви к нам Не только претерпел Бесчестное распятие, Но и вменил оно В славу себе. Можешь понимать и так. Не бесчинствует, То есть не обижает, Ибо ничего нет Постыднее обидчика. Это против Не снисходящих другим. Объясняет, Каким образом Любовь не испытывает Бесчестия. Потому, говорит, Что она ищет не своей, Но пользы ближнего. И то почитает Бесчестием, Когда не освободит Своего ближнего От бесчестия. Это против тех, Которые презирали прочих. Любовь не раздражается, Потому, что не бесчинствует. Ибо человек гневливый Не соблюдает благоприличия. Любовь не бесчинствует, Потому, что и не раздражается, То есть не спешит на гнев. Это против Оскорбляющихся Обидами других. Любовь, говорит, Протерпевая Всякое зло, Не раздражается на гнев. И не только Не делает зла В отмщении, Но и не думает об этом. Смотри же, Везде не говорит Любовь завидует, Но останавливается, Раздражается, Но преодолевает. Но, говорит она, Никакому злу Решительно не попускает Показаться, И даже в начале его, Как и здесь, Не мыслит зла. И это сказано Коринфянам, Чтобы они Не платили За обиду Обидой. Вопросы есть? Идем дальше. 1 Коринфянам, 13 глава, 6 стих. Не радуется Не правде, А сорадуется Истине. Толкование. То есть не веселиться, Когда кто-нибудь Терпит несправедливость, Испытывает насилие И оскорбление. Но, говорит, Что гораздо важнее Сорадуется тем, Который в добром мнении И вменяет себе В славу, Когда истина Преуспевает. Это против Зависливых. 1 Коринфянам, 13, 7. Все покрывает, Всему верит, Всего надеется, Все переносит. Толкование. И обиды, И побои, И смерть. Такое свойство Подает ей Присущее ей Долготерпение. Это против Умышляющих Зло. Что не скажет Любимый Ею, Ибо И сама Она не говорит Ничего притворного, И не думает, Чтобы другой Говорил так. Любовь, Говорит, Не отчаивается В любимом, Но надеется, Что он Всегда Восходит К лучшему. Это сказал К отчаивающимся. Если Сверхчаяние И случится, Что любимый Будет пребывать Во зле, Она Переносит Его Недостатки Мужественные. Ибо Она Говорит, Все переносит. Это К тем, Которые Легко Впадают Во вражду. Первое Коринфянам 13 8 Любовь Никогда Не перестает, Хотя И пророчества Прекратятся, И языки Умокнут, И знание Упразднится. Толкование То есть Никогда Не уклоняется От цели, Но все Приводит В исполнение. Или Что и лучше Не прерывается, Не Пересекается, Никогда Не прекращается, Но Продолжается И в будущем Веке, Когда Все Прочее Упразднится, Так скажет Апостол Дали. Перечислив Порождение Любви Снова Возвышает Ее Иным Образом Именно Говорит, Что и пророчества, И языки Окончатся, А любовь Будет Пребывать Постоянно И В бесконечности. Ибо Если пророчества И языки Существуют Для того, Чтобы вера Принимаема Была Удобнее, То То По распространению Веры Повсюду Естественно Они Как излишние Прекратятся И в настоящем Веке А особенно В будущем Вопросы Вопросы Игнать Тихонович Нет вопросов Первое Неужели мы будем Жить В незнании Отнюдь Нет Но Говорит, Что упразднится Знание Отчасти Когда придет Знание Совершенное То есть Свойственное Будущее Жизни Ибо Тогда Мы будем Знать Уже Не столько Сколько Знаем Ныне Но Гораздо Более Например Мы Знаем И ныне Что Бог Существует Везде Но Как Это Не знаем Что Дева Родила Мы Знаем Но Как Это Не Знаем Тогда Же Узнаем Об этих Тайнах Мечта Большая И Полезнейшая Первое Коринфянам 13 11 Когда Я Был Младенцем То По Младенчески Говорил По Младенчески Мыслил По Младенчески Рассуждал А Как Стал Мужем То Оставил Младенческое Толкование Сказав Что Пришествием Совершенного То Что Отчасти Упразднится В то же Время Представляет И Пример Которым Объясняет Как Велико Различие Между Знанием Настоящим И Будущим И И Бо Ныне Мы Подобны Младенцам А Тогда Будем Мужами То По Младенчески Говорил Это Соответствует Языкам По Младенчески Мыслил Это Соответствует Пророчествам По Младенчески Рассуждал Это Соответствует Знанию В будущем Веке Я буду Иметь Знание Более Зрелое Тогда Малое И Младенческое Знание Какое Мы Здесь Имеем Упразднится 1 Калифонам 13 Глава 12 Теперь Мы Видим Как бы Сквозь Тусклое Стекло Гадательно Тогда Даже Лицем К Лицу Теперь Знаю Я Отчасти А Тогда Познаю Подобно Как Я Позно Толкование Объясняет Сказанное Младенце И показывает Что Нынешнее Наше Знание Какое То Темное А Тогда Будет Яснейшее Ибо Говорит Видим Ныне Как В зеркале Потом Поскольку Зеркало Довольно Отчетливо Показывает Отражающийся В нем Предмет Присокупил Гадательно Дабы С наибольшей Точностью Показать Неполноту Этого Знания Говорит Так Не потому Будто Бог Имеет Лицо Но Дабы Через Это Показать Ясность И Наглядное Знание Вдвойне Унижает Их Гордость Показывая Что Нынешнее Знание Неполное И что Оно Не наше Собственное Не я Говорит Познал Бога Но Он Сам Познал Тебя Познал Меня Посему Как Ныне Он Сам Познал Меня И Сам Снизошел Ко Мне Так И Я Достигну Его Тогда Гораздо Больше Нежели Теперь Как Сидящий Во Тьме Пока Не Видит Солнца Не Сам Стремится К Прекрасному Лучу Его Но Луч Показывает Себя Ему Своим Сиянием А Когда Он Примет Сияние Солнечное Тогда Уже И Сам Стремится К Свету Итак Слова Подобно Как Я Познал Не То Значит Будто Мы Знаем Его Так Как Он Знает Нас Но То Что Как Ныне Он Снизошел К Нам Так И Мы Достигнем Для Него Тогда Подобие Некто Нашел Брошенное Дитя Благородное Благовидное Своей Стороны Тотчас Признает Своего Благодетеля И Возлюбит Его Достойно Вот Тебе Пример Пояснение Того Что Прекровенно Выражено Сказано Первое Коринфянам 13 13 А Теперь Прибывают Сии Три Вера Надежда Любовь Но Любовь Из них Больше Толкования Существуют И Дары Языков Пророчества И Разумения Хотя Они Призрачны Однако С распространением Веры Между Всеми Они Совершенно Упразднятся Вера Надежда И Любовь Продолжительнее Их Ибо Это Означается Словами А теперь Прибывают То есть Продолжительность Их Трех Но Из них Самих Любовь Больше Потому Что Она Продолжается И В будущем Веке Вопросы Пожалуйста Позвольте Идем дальше Первое послание Калифинам 14 Глава 1 стих Достигайте Любви Ревнуйте О дарах Духовных Особенно О том Чтобы Пророчество Толкование Показав Что Любовь Есть Великий Дар Далее Располагает Стремиться К ней Не Сказал Ищите Любви Но Достигайте Любви Требуя Усиленного Старания Ибо Она Удаляется От Нас И Много Нужно Пробежать Чтобы Достигнуть Ее Да Вы Не Подумали Что Превознес Любовь С целью Унизить Дарования Присовокупляет Ревнуйте О дарах Духовных То есть О дарованиях Преимущественно Же О пророчестве Сказал Это против Того Что Коринфяне Надмевались Даром Языков 1 Коринфянам 14 2 Ибо Кто Говорит На незнакомом Языке Тот Говорит Не людям А Богу Потому Что Никто Не понимает Его Он Тайный Говорит Духом А кто Пророчествует Тот Говорит Людям В назидание Увещание И Утешение Толкование Сравнивает Языки С пророчеством И Показывает Что Они Несовершенно Бесполезны Сами По себе Ибо Говорят Не людям Но Богу То есть Не говорят Удобно Понятное И ясное Для людей Но Утешает Утешает Молодушных И Так Павел Везде Поставляет Высшим То Что Полезнее Вопросы 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 완 А я вот умею, допустим, на английском говорить, мне Бог такой дал дар. Это понятно, то есть люди-то не назидались, а те все равно, а у нас вот дар есть такой. Ну тебя, если никто не понимает, зачем тебе тогда этот дар? То есть в этом понятно, все, растолковал. Я-то думал, раз им был дан дар говорения на иных языках, то они и понимали, на каких языках надо говорить кому. Оказывается, они его не понимали. Интересный этот дар, конечно. Целая секта образовалась, десятническая. На второй главе геяний до сих пор без множества. Итак, 1 Калифянам 14, глава 4 стих. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Покрование. Многие, говорящие языками, не могли объяснить того, что сами говорили. Посему они были полезны только сами себе. А пророчествующий полезен для всех слушателей. Посему, какое расстояние между пользой одному и пользой церкви? Такое же расстояние между языками и пророчеством. Вопрос. А зачем ему говорить на незнакомом языке, если бы он только себя наджидает? Мысл какой? Или он думает, что, говоря на незнакомом языке, что кто-то там знает этот язык, что ли? Вот пятидесятники, они говорят на языках, но понятно, что они не понимают. Их никто не понимает, и они сами не понимают, что они говорят. А здесь человек понимает, даже не на родном языке, на незнакомом он говорит, не на его языке. Он понимает, что он не может растолковать. А раз не может растолковать, как же он себя назидает тогда, если бестолковальный? Вот этот момент не совсем понятен. Кто может объяснить? Игнат Тихонович, слышали вопрос? Я слышал. Я очень хотел знать толкование третьей книги Ездры. Пока не прочитал у Лопухина, потому что святые отцы ее не толковали, и в канон она не вошла. Что все о прошлом. И когда я узнал, что все это о прошлом, какое он дает толкование-то, у меня пропал всякий интерес. А мне зачем это нужно? Я всегда спрашиваю сам себя. Вот я смотрю что-то, какой-то ролик. Вот сегодня я смотрел об артиллерии. Мне интересно, как войну было, как изготавливали. Не досмотрел до конца. А мне это нужно? Ответ. Не нужно. Я сразу закрыл. И так несколько раз. Но то, что считаем в Священном Писании, я должен ответить, мне это нужно. И нужно то, что здесь есть. Но уже в третьем веке языков не было. И я узнаю, что все это в прошлом. А для чего языки нужны были? Как знамение. Что его Бог принял. И он этим назидался. Евреи долбили его, что ты Богу не угоден. Вои. Для вас старство небесное закрыто. И вдруг он заговорил. И он назидает себя в том, что меня Бог принял. А это немалое утешение. Как открыть темницу для узника. Он сидел. Ему все время говорили, тебя Бог не допускает, не избирает. И вдруг у него появляется этот дар. Но только для себя. Не надо говорить, когда нет толкователя. Откуда толкователь-то? Бывает, что этот язык, который никто не знает. А может быть, это мы только предполагать можем, что были, находились люди, которые слыша это могли понимать. Но есть языки иные, которые в день 50-ти и незнакомые. Это не одно и то же. Здесь именно незнакомые и должен быть дар. А если дара нет, то молчи. И вот я имею опыт такой. Никогда они не молчат. Я говорю, вот у вас тут собрание, там бывает собрание большое. Все до одного кричат. А написано, поврось. И не больше, чем три человека за все собрание. А если нет толкователя, молчи. А он не может молчать. Отсюда вывод, что это не от Бога. А почему? Духи пророческие повинуются пророкам. А он не может удержаться. Так это было у языческих пифий. Называли пифия. Она садилась на треножник. И он через нижнее отверстие входил в нее. И она пророчествовала. А что говорила, она не знает. Ну вот как шаман. Он прыгает, пена с него идет. Нам это надо? Узнали, что это не нужно. Ну и не ревнуй, и ревнуйте о пророчестве. То есть, чтобы обличительной была проповедь. Всеми обличается судится. А сегодня все силы брошены поповские, чтобы никто не обличал, никто не говорил. И поэтому так все не солоно, пресно, скучно. И люди уходят. Все таланты уплывают из церкви. Вот и все. Роман, отключите микрофон. Роман, пожалуйста. Спасибо. Пойду. Роман, слышите меня? Да-да. Сейчас попробую. Так, благодарю, Игнаю Тихоничу. Толковали. 1-й калифорам 14-5. Желаю, чтобы все вы говорили языками. Но лучше, чтобы вы пророчествовали. Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Толкование. Толкование. Он говорит языками, а не умеет объяснить. Если же умеет и объяснить, то он равен пророку. Ибо через объяснение того, что говорит языком неясно, он назидает церковь. Объяснение было также дарованием, и иным из говорящих языками подавалось, а иным не подавалось. Вопросы? Толкование. Хотите ли знать, что языки без объяснения бесполезны? Пусть я, Павел, учитель ваш, говорю языками, и в этом случае не будет никакой пользы для слушателей. Если я не изъясню чего-нибудь откровением, то есть, как обыкновенно говорят, получившие откровение от Бога, ибо это также вид пророчества, когда в присутствии многих открываются помыслы каждого. Или по знаниям, то есть, как могу говорить, имеющие знания и объясняющие слушателям тайны Божьей. Микрофон выключите, пожалуйста. Или пророчеством, то есть, когда кто-нибудь ведет речь и о прошедшем, и о настоящем, и о будущем. Ибо пророчество обширнее, чем откровение. Далее. Или учением, то есть, в виде учительского слова, когда бывает речь то о добродетели, то о догматах. Ибо учение бывает на пользу слушателя. Иные слова откровением понимали так. Говорить что-нибудь удобо понятное, ясное и наглядное. А по знаниям сказать такое, что может быть познано. Вопросы. 1 Коринфянам 14.7 И бездушные вещи, издающие звук, свирели, легусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гусках. Толкованием. И что говорит, я говорю, что у нас не ясное бесполезно, а ясное полезно. Если и у бездушных орудий звуки не будут произведены раздельных тонов, то есть ясных, то все будет смешано, то нельзя ни распознать того, что играют, ни получить удовольствия и радости. 1 Коринфянам 14.8 И если труба будет издавать неопределенный звук, то станет готовиться к сражению. 1 Коринфянам 14.7 И говорит, что и от нее бывают стройные звуки. Одни приготовляющие к войне, а другие отвлекающие от войны. Если она будет издавать неясный и неопределенный звук, то воины не будут готовы. И что польза от неясного звука? 1 Коринфянам 14.9 Так, если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Толкование. Да, вы не сказали, какое к нам отношение имеет пример свирения или трубы, говорит, если и вы даром языков не будете произносить слов вразумительных, то есть ясных, то вы говорите напрасно и на ветер, потому что никто его не понимает. Ибо вся сила в том, чтобы дар был полезен, и для чего же он подавался? Павел. Уже ли для того, чтобы находил пользу один, только получивший его, если же он желал быть полезным и для других, то должен был или молиться Богу, или через чистую жизнь получить дар истолкования, или обратиться к тому, кто может изъяснять? Павел для того, говорит, это, чтобы соединить их друг с другом, и чтобы они не считали себя достаточными для самих себя, но принимали к себе тех, которые могут и истолковать, ибо тогда дар будет полезнее. Ну вот, к слову сказать, ролик есть в интернете Олега Стеняева, очень мне понравился. Тоже вот пятидесятники говорят на иных языках, молятся на иных языках, и у них долгое время не было истолкователями. И вот откуда-то объявился, в кавычках, истолкователь, который прямо направо и налево толковал все их молитвы. Мне Олег Стеняев подготовился, он православный, пришел на их собрание, и тоже помолился. А молитву-то он сказал на известном языке, на арамейском, что ли, я сейчас могу, конечно... На еврейском, за упокойную молитву. На еврейском, за упокойную молитву, да. Сказал. И что там дальше, Игнат Тихонич, что произошло? Ну дальше они начали толковать, а он объясняет, да тут толковать не надо, эта молитва записана, я ее заучил, я еврейский язык, говорит, изучаю помаленьку. Нет, они уже истолковали. И как правило, истолковали, если они, то это только от Бога. И поэтому, если ты сейчас будешь отвергать, ты против Бога идешь, хулана Духа Святого. Их нельзя сдвинуть. Хотя это и большинство людей, но такого упорства трудно где-либо найти. Что тут дальше говорить? Он говорит, объясняет, вот что я говорил, эти слова слышите, слышите по-еврейски, вот это слово означает, «Завяжи душу мою, как в узел». Ну видите, узел, вот как называется, ничего не слышат. То есть обольщение стопроцентное. Зачем? Нет толкователя молчи. У вас есть толкователь? Нету. Зачем вы все вместе? Написано, говорите, поврось. 20 человек, и все горгощут. Крещат, что попало. И лают, и пищат, и мяукают. Ну, беснование. Даже ничего не надо и говорить. Я с них, был у них, неоднократно и проповедовал. Так что для меня это очень близко. По количеству отправляемых с моления, с родений прямо в психиатрию, самое первое место занимают они, а теперь харизмат им впереди их. Я вот сейчас вспоминаю, давно еще, когда был не верующий, а читал Библию, и вот это место, что будут говорить на незнакомых языках, мне это тогда давно представлялось, что здесь говорится именно, будут говорить на том языке, который в православном церкви, церковно-славянской. Я же, он же мне не знаком, он же мне не понятен. Я думаю, да, это вот про это, значит, написано, значит, правда в Библии. А сейчас вот вспоминаю, мне смешно до того. Говорю, надо же. И вот каждая секта все от своего ума. Вот как он понимает, Вася, ты как? Я так понимаю, а ты, Петя, да, я так. И каждый раз новая секта. Я бы мог бы тогда в то время, да, вот, вот кто говорит на церковно-славянском, ну, то, значит, такой бы секту бы образовал. А кто не умеет на церковно-славянском, значит, так вот они как сегодняшние 50-ники объясняют, только у них языки-то не понять какие. Как вот, например, тихо же говорит, то лает, то хрюкает, то чуть ли не до сквернословия у них там бывает доходит. Толкование, простите, так, 1 Коринфянам, 14 глава, 10 стиль. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Толкование. То есть, столько наречий появилось в мире киевское, индийское, фракийское, и иных народов. И все племена говорят что-нибудь, ибо они не без языка. 1 Коринфянам, 14 глава, 11 стих. Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец. И говорящий для меня чужестранец. Толкование. Если я не буду разуметь значение слов, то говорящий покажется мне чужестранцам. То есть, говорящий непонятно. Подобным покажусь и я ему не по худости слов, но по нашему непониманию. 1 Коринфянам, 14 глава, 12 стих. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. Толкование. Некоторые после слов, так и вы, ставят точку и объясняют. Так и вы, говорящие языками непонятное, кажетесь слушателями чужестранцами. Слушателям чужестранцами. Точка запятая. Потом снова начинают и читают, ревнуя о дарах духовных. Но святой Иоанн Златоуст читает без разделения. Поскольку, говорит, вы ревнуете о дарах духовных, то и я желаю этого и принимаю это, как и прежде сказал. Только вы старайтесь обогатиться ими к назиданию, то есть к пользе церкви. Ибо я не только не препятствую вам говорить языками, но желаю, чтобы вы обогатились этим даром, лишь бы только употребляли его на пользу общую. Вопросы? Первая коринфянам 14 глава 13 стих. А потому говорящий на незнакомом языке молись о даре истолкования. Столкование указывает способ, как этот дар сделать полезным для многих. Говорит, говорящие языками пусть молятся, чтобы получить и дар истолкования. Значит, они сами виноваты в том, что не получают даре истолкования, потому что не просят его у Бога. Первое коринфянам 14 14. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Толкование. в древности некоторые вместе с даром языков получали дар молитвы и произносили слова персидские или римские, но он не понимал того, что они говорили. Павел и говорит, что дух мой, то есть дарование, движущий язык, молится, а ум мой пребывает без плода, так как не разумеет ничего из произносимого. Смотри же, как он постепенно доказал, что говорящий только языком бесполезен и сам для себя. Так объясняет это место святой Иоанн. Некоторые же понимают так, если я говорю языком, но не объясняю, то дух мой, то есть душа моя, сама по себе получает пользу, а ум мой остается без плода, потому что не приносит пользы другим. Понимающие так это изречение, по моему мнению, побоялись заблуждения Монтана, ибо он ввел так но одержимые духом говорили нечто, а что говорили, того не разумели, но это здесь неуместно, ибо апостол сказал это, то есть, что не понимают своих слов не о пророках, но о говорящих языками, и из них не о всех, но о некоторых. 1 Коринфянам 14 15 Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом, буду петь духом, буду петь и умом. Толкование. Что же говорит полезно, и чего нужно просить у Бога? Того, чтобы молиться духом, то есть, дарованием, а также и умом, то есть, мыслью сознавать слова молитвы. Подобным образом и опением. Вопросы? Вот, ну, вот здесь волей-неволей приходит мысль на церковно-славянском языке. Да, духом молишься, там, слова такие, песнопения, они певучие, на слух ложатся, духом молишься, умом не всегда, мягко сказать. А то и сказать, многие говорят, что он язык понятный, будешь там, молиться, все, но он непонятный, и мало того, он даже опасный своей, казалось бы, понятностью. То есть, ты значение слова, думаешь, что ты понимаешь правильно, а на самом деле это по церковно-славянскому смыслу иной. Брат, можно сказать, немножко? Вот здесь церковно-славянске можно сравнить как раз, что духом человек молится, а умом не понимает. Да, я про это и сказал, да. То есть, это так и есть? Так и есть. Духом молится, а ум остается без плода. он даже не может не сам себя себе пересказать какие молитвы в храме. Я и батюшка говорю, ну батюшка, но как бы сделать так, чтобы прям по-русски бы молился? Нет, вот эту границу нельзя переходить. Да понимаю, что нельзя переходить, но ум остается без плода. Без плода. Я даже давным-давно и слова эта церковно-славянская покупал, начал было учить этот язык, а потом тут да все уже переведено, что мне его учить? И когда церковь молится на церковно-славянском, а я глухонемым объясняю, указываю указкой, вот это мне нравится. То есть, я и духом молюсь, и умом, потому что глухонемым я уже переведен в русском переводе в молитве. Вот. Я так думаю, они вроде как глухонемые, но они и духом молятся, и умом. То есть, они понимают все. Конечно, у них глухонемой из них гораздо беднее нашего, но однако. Игнар Тихонович, есть что сказать? Да, все сказано уже, перетолковать уже только. Все сказано. Первое кайфорам 14-16. «Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет аминь при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь. Если будешь благословлять духом, то есть духовным дарованием посредством языка, то занимающий место простеца, то есть мирянин, как при твоей молитве скажет аминь? Ибо ты слова во веки веков сказал неясно и на незнакомом ему языке, и он не уразумел, и потому не получает пользы». Первое кайфорам 14-17. «Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается полкованием. Дабы не подумали, что решительно унижает дарование языков, говори, ты со своей стороны хорошо благодаришь, но так как при этом нет пользы ближнему, благодарение твое бесполезно. Первое кайфорам 14-18. «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками». Полкование, дабы не подумали, что унижает этот дар, потому что сам не имеет его, говорит, «Я более всех говорю языками». Первое кайфорам 14-19. «Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». Полкование, «Умом моим», то есть понимая и сознавая свои слова и будучи в состоянии объяснить им, дабы принести пользу и другим, нежели тьму слов на незнакомом языке, то есть тогда не могу истолковать их, ибо в таком случае польза ограничивается только мной одним. Пять же слов говорит всякий учитель, который прилагает приличное лекарство к каждому из пяти чувств наших». «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцем, а по уму будьте совершеннолетние». Полкование, показав, какое место занимает их за то, что они мудрствуют как дети, ибо поистине детям свойственно удивляться предметам малым, потому что они могут поражать таковые языки и пренебрегать предметами великими, потому что они не обнаруживают ничего нового, каковые пророчества. Итак, здесь не знают, а умом быть совершенными, то есть рассуждать, какие дарования выше и полезнее. И иначе на злое младенец тот, кто никому не делает зла, но не злобив как дитя, а совершен умом тот, кто не делая никому зла, приносит еще пользу, и не только зла избегает, но и добродетели достигает. Оставление подобно следующему. Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Матфея 10-16. Вопросы. Если по теме вопросов нет, то можно задавать вопросы не по теме. Час прошел, и в следующие полчаса можно посвятить вопросам, которые у вас возникли. Получить ответ согласно... Сергей, мне тебе можно вопрос? Да, да, Андрей, что-то говори. У меня на 16-е и на 17-е стихи вопрос. Это вот относится к церковно-славянским песням, которые читаются в церкви. Здесь назидание, как получается, прихожанам нет, значит, и человек, который слушает это, не может сказать аминь. Вопрос. Все. Вопрос получается, что раз церковный славянский язык никто не знает из прихожан, значит, он вообще не нужен тогда, раз он не назидает прихожан. Вот в этом мой вопрос. Кто желает ответить, пожалуйста, отвечайте. Иван Тихонович. Я спрошу, Андрюша, у вас какое образование? Духовное, есть семинария, академия, магистр, доктор богословия? Нет, нету такого образования. Никакого образования, ты дошел до той истины, которая открытым текстом говорится. А кто оканчивает, они никогда не скажут, потому что выгодно управлять темной массой. Свечки ставь, покупай, отдавай деньги. Видишь как, не надо ничего учить даже в этом вопросе. И так понятно, тебе сердце подсказывает это, и сам такой же стоишь. А что поймешь, что еще выйдет, растянет, растянет, и не знаешь, где конец, где начало. Вот потому так и таланты не развиваются. Я сегодня ролик составил, показал, люди, которые имеют таланты, ну прям явные, большие таланты там, стихотворения пишут, музыку, стихи такие, доступные, песнопения, все они православные, или баптисты, или адвентисты, а они все были, ходили в православную церковь. Ежедневно как через дырявое решето утекают люди, и причина только одна. Сначала обольсят, а дальше покупай. Все, ничего нету. Все. Еще вопросы? Еще Ну и следующий вопрос. Что делать? Кто виноват? И что делать? Что делать? Что делать, как у нас? Мы добились золотой середины. Официально. Все библейское считать на русском языке по синодальному переводу 1876 года. Все. Абсолютно все. Это что? Псалмы у нас считают по-русски, Евангелие, Деяния апостолов и послания. Откровение это в церкви не считается. И когда к нам приезжает митрополит Сергий Иванников, секретарем, зиаконом Точерных Владимир, и они у нас делают так, как принято. Считают по-русски, так он еще спотыкается, потому что буквы-то отвыкли от русского языка. Но если библейское поется, то у нас считается по-славянски. Оно так понятно, там, отче наш, это из Библии. Или блаженство, или ныне отпущаешь и рабат, это из Библии. Но тут каждое слово понятно, а так уже привыкли петь. И мы нащупали эту золотую середину. А остальное надо маленько учить. Необходимо, раз мы тут находимся. Человек, который приходит в какую-то организацию, или там получает, там, сколько новых названий-то, он квантовая механика, там, чего только нету. Ведь заучивают же. Какой бы специально человек не брал, там специальное образование дается. А тут-то можно, когда по-русски то остальное мы знаем, но остальное уже можно узнать. Дается словарь церковно-славянский. Считаю только так, конкретно. Я вот сегодня говорил, и может завтра поставлю. Один с Австралии у меня был. Хороший человек, Николай. Ну, ничего в церкви, говорит, не понимаю, и жена-то не хочет ходить, и дети, и что делать? То же самое, вопрос, что делать? Я говорю, работать, начинай сегодня же. Не смотри ни на кого. Отстоял службу, вышел, бери Евангелие, считай. С человека два будут ходить, уже группа. Начинайте заниматься, не бойся, половики не истопщат. С чего мы начинали? А дальше община, а община это уже семья. Один-то ничего не сделаешь. Люди-то смотрят на меня, а вы сделали, а что сделает-то один-то? Володя топит храм. Игорь работает на золотых приисках, привез в машину дробь, раскололи, даже внешне. А уже говорить о внутреннем, сестры назначили дежурство, убирают все. Сегодня батюшка вернулся из больницы, он поехал к Алексею Загуляеву, там будет жить до воскресенья. Я говорю, а сможешь ты провести прощеное? Смогу. Ну смотри, а то мы навострились уже туда пойти, в московскую патриархию вечером, туда все равно мы пойдем. Видишь, как один, один ты ничего не сделаешь. Вот нам Господь позволил иметь небольшие две общины. Все собираются, молятся, друг друга знаем, приходят, раздеваются, после этого обедают, как Агапа. Нет такого, что кто-то кого-то не ждал, как Павел говорит, прежде едят, там богатые бедные, но у нас нету, совершенно этого нету. Все ставят на стол, где ты сел, там и твое. Вот так, а начинали, конечно, ничего и не было, но мы начали с нуля, с нуля, пустое место, первый человек, и далее стали говорить, не перетаскивали из московской патриархии, ниоткуда, а стали говорить, и кому бог открыл, тот пришел, и мы поставили совершенно невыполнимое, никого к себе не звать. И вот, ну, сколько, да если так говорить, то уже считай, двадцать с лишним лет, и мы никого к себе не зовем, у нас запрет на это. Человеку, если он просится, один раз можно разрешить к нам прийти, помолиться, но чтобы оделся, по форме. Мне вот звонят сейчас, там женщина к ней просится, можно, нет, можно, одеть по форме, сразу, один приехал, я много слышал, хотел бы быть среди вас, но я вижу, какой он. Я говорю, куришь, наверное, курю, нельзя ходить к нам, пока ты не бросишь, три месяца пройдет, а уже прошло четыре, он и не спрашивает, то есть ему это уже не надо, он не бросил. Женщина ходила, сын большой, все как надо, но она курит, да я думала, покаяться, ну, покаешься, тогда придешь, мы тебя уговаривать не будем, тебе Бог дал свободу, ну и задыхайся. Ну, она ушла, и, конечно, и парнишку с собой утащила, мы очень много теряем, вот у нас правило такое, мы разрешили человеку прийти, он говорит, а мне очень понравилось, можно я еще приду, а вот мы теперь налагаем на него иго, второй раз пришел, мы говорим, если ты не придешь, следующее воскресенье к нам, то, когда придешь, мы с тебя спросим, где ты был, если ты скажешь, а я ходил к баптистам, все, вопросов нету, это твой выбор, а я ходил к мусульманам, это твой выбор, мы ни к чему не привязываемся, но если ты скажешь, ой, я никуда не ходил, да что я буду каждого воскресенья ходить, все, мы ему отказываем, нам зачем такое, его уговаривать не надо, он ревности не имеет, у нас такие ходили люди, с администрацией, районной, там, краевой, с бородами были мужчины, хорошие, хорошие, никто не курит, но на этом именно споткнулись, и мы отказали им ходить, мы предупредили, тебе где ты был, там, ну туда и ходи, там себя никто не спросит, у нас спрашиваем, ну а я был, киговистом ходил, это твое дело, воскресенье было занято, ты там только нести слово истины, что это за правила, наши правила не обсуждают, мы проверили на практике, лучшего ничего нет, у нас абсолютно полная свобода, я решил пойти сегодня к баптистам, одному не ходить, ходить вдвоем, с опытным братом, обязательно, чтобы брат был, благословительный священник, и идите на собрание, вот и все, а уж про московскую патриархию говорить не надо, у нас, ну, мы там ходим, и дети причащаются, а батюшка, батюшка уезжает, нынче в отпуск, летом, по монастырям там ездит все, он пошел к архиерею, московской патриархии, договорился и говорит, владыка, меня не будет, мало ли, еще кто-то заболеет, надо исповедовать, причастить, он говорит, и кого бы вы хотели, он говорит, а вот здесь вы приезжали, секретарь епархии, отец Сергий Беляев, ну, а он тут рядом, в Дмитриевской церкви, ну, и все ему сказали, он расположенный, так приезжал, и он в мое сердце завоевал сразу с первого дня, только пришел к нам, и у вас алтарь какой, заглянул в алтарь, он священник может, он сразу шагнул в алтарь, и упал перед престолом, упал и головой до земли, мне больше ничего не надо говорить, я стою снаружи, и у меня слезы готовы, а вообще все, я вижу священника искренний, да он может с обманом, лишь бы так вы ему, ну, это твое мнение, а я, кроме того, и молюсь, стою тоже, вот, только одно он сделал, и мое сердце уже с ним, вот так, это шоу, еще вопросы? Нет больше вопросов? Идем тогда дальше, первое послание к Коринфянам, 14 глава, 21 стих, в законе написано, иными языками, иными устами, буду говорить народу сему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь. Толкование, опять сравнивает пророчество с языками, и показывает превосходство его, а в чем оно, видно из того, что сказано далее, законом обычно называет весь Ветхий Завет, посему и теперь, о словах, написанных в конце книги Исаии, 28 глава, 11-12 стихи, говорит, что написаны о законе, словами, но и тогда не послушают меня, показывает, что чудо могло изумить их, но если они не убедились, то это их вина, ибо Бог всегда делает свое, и являет свой промысел, хотя знает, что люди не покорятся, дабы они были безответны. вопросам. Понятен смысл? То есть, Бог все равно благотворит людям, зная, что они не примут. Но Он все равно делает, и причина, дабы они не были безответны, на страшном суде имеется в виду. А я не знал, а я мне никто не сказал. Сказали, Бог пророков посылал, не раз, апостолов, но, зовите. 1-й калифонам, 14-я глава, 22-й стихи. Итак, языки, суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Толкование. Знамение изумляет, но не научает и не приносит пользы, а часто и вредит, как язык без истолкования, почему далее, стих 23-й, и говорит, не скажут ли, что вы беснуетесь, при том, знамения и даны для неверующих, ибо верующие не нуждаются в них, потому что они уже веруют. Пророчество, говорит, полезно для верующих, потому что оно наставляет их. Но уже ли пророчество не служит и для верных? Как же стих 24-й говорит, что если все пророчествуют и войдя, кто неверующий? Вот пророчество и для неверующих. На это можно ответить. Апостол не сказал, что пророчество бесполезно для неверующих, но что оно не служит бесполезным знамением, как языки. Кратко сказать, язык служит знамением для неверующих, то есть только для изумления их. А пророчество полезно верующим и неверующим, обличая их, хотя не называется знамением для них. Вопросы? 1 Крифном 14-23 Если вся церковь сойдется вместе и все станут говорить незнакомыми языками и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Покование прикровенно объясняет, что дар языков без дара истолкования бывает поводом и ковреду. Говорит же это с целью смирить гордость их. Они думали, что дар языков делает их предметом удивления. Павел напротив доказывает, что он обращается им в бесславие, давая повод считать их безумными, а дабы ты не подумал, что от самого дарования зависит, что имеющего он покрывает бесславием, говорит, неразумные скажут, что вы беснуетесь, незнающие говорит, или неверующие, каковы были те, которые об апостолах говорили, что они напили сладкого вина, Деяния 2.13, а благоразумные получают пользу и от дара языков, как, например, бывшие приапостолов удивлялись, что они говорили о великих делах Божьих, Деяния 2.19. Вопросы? 1-й конец, 14-й глава, 24-й, 25-й стихи. 24-й cost Breein, 25-й 22-й, 26-йjoint l baptize, 24-й, 26-й, 27-й, с вами Бог. Покование. Истинно Бог, Ваш есть Бог, открывающий тайны. Данила 2, 47. Познает судозначение и того, что сказано выше Откровением. И 6. Ибо вот Откровение – один из видов пророчества. Заметьте то, что Дух есть Бог, ибо говорит «Истинно с вами Бог». В пророках же, несомненно, действует Дух. Ибо выше 12 глава 10-11 стих так сказал, что пророчества даются Духом. Вопросы. 1 Коринфянам 14, 26. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть Откровение, есть Истолкование, Все сие добудет к назиданию. Толкование. В древности и псалмы составляли подарованию, и на учительство подаваем был дар. Откровением же называет пророчество, давая роду имя вида. Вспоминает и о даре языков, дабы не сочли этот дар совершенно презренным и не входящим даже в ряд дарований. Все это говорит, пусть бывает к назиданию, ибо отличительное свойство христианина – назидать, приносить пользу. Как же может назидать, приносить пользу тот, кто имеет один только дар языков? Так, если он сойдется с имеющим даже с толкованием, то они будут проявлять свои дарования в союзе. 1 Кориев, 14, 27 Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое, или много трое, и то порознь. А один – изъясняй толкование. Я не возбраняю говорить на языках, но чтобы это было не без истолкования. И пусть немногие говорят на языках, дабы не произошло смешение и беспорядка, и то порознь, то есть преемственно. Но во всяком случае должен быть истолкователь. 1 Кориев, 14, 28 Если же не будет истолкователем, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. Толкование Если не будет истолкователем, пусть не говорит в церкви, дабы не показаться чужестранцем, произносящим непонятное и невразумительное для многих. Если же будет настолько тщеславен, что не захочет молчать, то пусть говорит себе и Богу, то есть без шума и тайна, про себя так, чтобы слова его были слышны одному только Богу, а не людям. Смотри, как казалось бы, дозволяет, а между тем запрещает. 1 Кориев, 14, 29 И пророки Пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Толкование Между пророками укрывались и волхвователи. Посему говорит, пусть прочие рассуждают о них, дабы не укрылся в тайне как-нибудь волхвователь. Ибо, как выше 12, 10 сказано, что был дар и развлечение духов для распознания ложных и истинных пророков, повелевает пророчествовать двоим или троим для соблюдения благочиния и для того, чтобы во множестве не укрылись волхвователи. Вопросы? Вопрос. Почему двоим или троим пророчествам? У нас, как правило, сегодня один проповедник, а тогда, видно, были волхвы, и было их много, и как бы двое или трое, это был знак матрицы. Максимум, то есть не больше двух, и не больше трех, чтобы там волхвы не залезли. Так я понимаю? Чтобы их легче было обнаружить. А то, когда 15 человек, все пророки, пойди разберись, кто из них пророк, а кто уже пророк. Правильно я понял, Владимир Петрович? Правильно, да правильно. Да где их взять-то? Ко мне заезжает Баптист Кустав Леонид с Павлодара. Я говорю, сколько у вас проповедников? Он говорит, 26. Ну, в очередность уже назначает кому, когда они так один проповедуют. А сколько? Ну, примерно его ограничивают, там, минут 15. А после этого поют. То есть они, ну, опыта-то такого не было. А теперь-то уже знаете, тут и приборы разные, и пианино все играет. И люди-то понимают. Посмотри, сколько фор идет-то. Я вот как раз сегодня этот ролик, может, даже поставлю. Но это не церковь. Нет рукоположенного пасторства, нет причастия и нет таинств никаких. Такие хорошие люди, такие таланты. Ну, даже говорить не надо, насколько приятные люди. Не в церкви. Совершенно о церкви не рассуждают. Мы собрались, вот. От них отошли другие. Вифани называется, там, Камень Веры. Это название. Ну, любые два слова одно взяли, все название церкви. Ну, где это видно-то? То есть такое абсолютное пренебрежение. Здоровые дядьки. Ну, прям здоровые. Выходят все бритые, все в галстуках. Рубашки и затянутые галстуки, огромные галстуки, расстегнутые пиджаки и все. И они совершенно не понимают, что это масонская удавка. Зачем тебе, христианин, это нужно? Если ты христианин-то крест снял, а галстук надел. Ну, понимаешь, как сатана обольщает-то. Даже вот это считая, я вижу, они внешне более похожи, чем православные. Но внутри-то ничего и нету. Стоит проперстия, сытые, гладкие такие. Ясно дело, женщины все без платков. Ну, собрались. Это же приятно побыть. Людям вместе в колхозной бригаде хорошо поют. Я сегодня как раз такой ролик из разных песнопений составил. Как они их сокращают. Если раньше это песнопение было 8 куплетов, сегодня только 3. Я все это исследовал. Не мог даже полный взойдем на Голгофу, мой брат, нигде не мог найти. И 3 куплета. Ну, уж у себя в 16-м томе, там у меня 60 песнопений баптистских, в открытым оком, оттуда взял. Совершенно писаний не знают. Но вот собрались, приятно проводят время. Ну, это ваше дело, но какое отношение к церкви имеет, когда никак, никого, нигде. Сами избирают, сами ломают. И тут у них как бы так в вечере, там, вышло сразу 7 здоровых мужиков, крепких таких. Ну, видно, они не пьют, не курят. Гладко выбритые все в галстуках, прошагали, столик длинный такой накрытый. Дальше они берут хлеб, ломают, людям дают, разносят. Людей много везде, там, и на хорах, на балконе. Спрашивают, что это такое? Вы взяли хлеб. Ну, а переломили, отдали что? Хлеб. Но как их, говорит, сотел, нет, это для воспоминания. У нас один так спрашивает, а тут Никонов, Алексей Дмитриевич был пресс-фитер у баптистов. А Вася Толстенко ходил, а у него отец пресс-фитер, а у ней, у его жены Наташи, у баптистов же. Ну, пресс-фитер-то, большие бы, как обычные, диаконом. Ну, то есть, природные баптисты. Но мы встречались, и я попросил его почитать, мне пятый том, кажется, Яна Златоуста. Я 12 томов начал насчитывать, ну, и распределил там кому. Ну, он взялся, он офицер в КГБ. Он начал считать. И говорит, да если это правильно, он говорит, да к нам спасения-то никакого нет, баптистам. Ну, и он этот вопрос-то поднял в общине. И говорит, ну, написано, что тело Христово и недостойно принимает не против хлеба виноен. А пресс-фитер говорит, да ты если так рассуждаешь, рукой махнул, да как это у православных, и показал на храм. Храм прям тут, недалеко. Он говорит, благодарю, Наташа, пошли. Встал и ушел. А теперь он священник и служит в Тайшетин, Иркутской области. Отец Василий Толстенко. Хороший священник. Вот и все. Они, если бы отвечали люди-то, ничего не знают и не понимают. Ну, нету священства, нету, нету. И никакой литургии там нету, никакого таинства нету. И что там буду делать? Говорит, просто отдохнуть прийти можно, попеть можно. Ну и все. Вот тут сейчас читали, где пророчество говорит, иным языки дал. Иные языки, иные, незнакомые нету. А незнакомые вот дал Господь, чтобы убедить, что они принятые. Это большая, огромная разница. Иные это те, которые люди понимают. Он на японском говорит, на хинди. Какой язык тут люди становятся? Все, отошел. Благодарим. Давайте помолимся. Благодарим Бога. Достойно есть я, Бога и Сыну, Блажите, Благородицу, Христа блаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашу дам, Честнейшую Херувим, И славнейшую без сравнения с Серафим, Без искрения Бога слово Рождею, Сущую Благородицу Те величайную. И на тихо, молитесь. Милосердный Создатель, Отец Небесный, Мы предстали перед Твоим величием и просим Во имя Господа нашего Иисуса Христа, Умершего за наши грехи И пролившего свою причистую кровь Для искупления нас из рабства греху. Слава Тебе, что позволил нам Открывать Слово Твое с толкованием святых отцов. Ты дал нам великое благо Нести людям живое Евангелие. Хвала Тебе. И все, что мы здесь слышали, Помоги нам исполнить с радостью, Не увлечься заблуждением беззаконников. Научи нас искать полезное для ближних наших. О Тебе Боже слава и хвала за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спасибо. До пятницы. В воскресенье занятий не будет. В пятницу в это же время. Милосты просим. С Богом. Спасибо. Спасибо. Спасибо.